Всем привет, вы на канале Семья на чемоданах, меня зовут Славян. Вот мой инстаграм, подписывайтесь, если еще не подписывались, впервые попали на канал. Сегодня будет необычный выпуск, будем сегодня разговаривать про технику. Я решил записать такой видеоролик, потому что мне поступает достаточное количество вопросов. На что снимаешь, с чем ходишь, на чем летаешь, с чем ныряешь. Поэтому давайте сегодня разберем всю мою технику. Я расскажу со своей точки зрения плюсы и минусы своей техники. Я не техноблогер, совсем особо в ней ничего не понимаю, но знаю, что можно с минимум техники начать вести свой YouTube канал. Возможно, кого-то это видео подопнет начать снимать семейные какие-то видеоролики, либо открыть свой YouTube канал и заниматься ютуберством. Первое, с чего мы начнем, с предыстории. У многих, у многих, кто хочет начать снимать и публично, ну, то есть выкладывать в интернет свои видеоролики, сталкиваются с убеждением, что как же я начну YouTube канал, если у меня нет большой дорогой камеры. Так вот, ребята, первая камера, на которую я начал снимать видео, которое есть на этом YouTube канале, самое первое, это был обычный телефон iPhone 6s. Здесь будет про семью, про наши путешествия. Он, кстати, где-то до сих пор валяется с разбитым экраном у меня. Следующую камеру, которую я приобрел, это был, по-моему, 19-й год. Это была камера Sony FDR-X3000, экшн-камера, которая снимает в 4К. Маленькая, удобная камера. Я очень много изучал, либо взять GoPro, либо Sony, да, из последних. Я выбрал Sony. Почему? Потому что иногда съемки проходят вечером, а вечером, в темное время суток, она снимает нормально, хорошо. То есть не прям вау, но нормально, хорошо, лучше, чем GoPro любые. Большинство видосов, которые есть на нашем канале, снято именно на эту камеру. У нее здесь полно всяких режимов. Я с ней ныряю, ныряю без чехла, у нее есть специальная защитная коробка. Я ее не одеваю, вообще никогда почти не одевал, ну, буквально пару раз. Ныряю абсолютно так, здесь нормальная защита. В каждой дверце есть резинка, которая не дает влаге проникнуть вовнутрь. Дальше. Звук она пишет, великолепно. У нее есть стандартная ветрозащита, но меня многие спрашивают, а что вот это такое? Так вот, если вы посмотрите на любой микрофон, то на любом микрофоне, там, петличка, не петличка, либо пушки, есть губка. Так называемая дополнительная ветрозащита. Так вот, вот эта губка, она спасает от порывов, там, до 20-25 метров в секунду. Когда вот тебя сносит ветер, ты берешь эту камеру, выставляешь на ветер. Да, идет шум ветра, но он идет фоново. То есть он не так... Вот такого вот эффекта нету. В общем, прикиньте, не знаю, очень узкая дорога, здесь даже просто не развернуться. Она уходит куда-то туда, поэтому просто самодельно кусок губки вырезаем, и либо на резинку засидеваем, но я на скотч, чтобы она не слетала. Вот, мне так удобно. В периодичности по тому, как, например, губка начинает рваться, я просто вырезаю новую и ставлю, чтобы было красиво и аккуратно. Данная камера, она очень удобна. Просто посмотрите, как она помещается в руке. Себя отснял, повернул, шикс, и все. У нее потрясающая стабилизация, которая не будет ломать картинку вашего видеоролика. Поэтому быстро повернул, развернул, себя подснял, вытянул, приблизил, сделал подсъем ей спокойно. У нее различные углы обзора. То есть можно обычно снимать, можно широкий угол. Я всегда снимаю на широкий угол на эту камеру. К этой камере я прикручиваю трипод. У меня есть вот такой вот трипод. Он достаточно уже старый, в таком уже потрепанном состоянии. Но наши путешествия действительно его потрепали. И, в принципе, в ближайшее время его требуют, конечно, обновить. То есть просто прикручивается сюда вот таким вот образом. И очень удобно я беру в руку и хожу. Этот эффект, когда ты берешь камеру на триподе, либо на другом каком-то устройстве, возможно, это будет не трипод, просто идешь, и у тебя получается вот такая вот плавная картинка. Ты не трясешь вот так вот камерой. То есть понятно, что стабилизация есть, но все равно гораздо удобнее, когда у тебя горизонт, соблюдает горизонт. И ты очень медленно можешь провести камеру. Также с триподом, если развернуть, например, камеру, можно делать вот такой вот эффект, да, как и на стадикамах, типа. Вот. И вот так вот проводить камеру. Можно делать так. Плюс быстро что-то взял, вот так вот поставил, прицепил ее к какому-нибудь столбу, например. Вот так вот. И сделал дополнительную съемку. Также я, бывает, при помощи трипода креплю на машину, на люк, и делаю дополнительные кадры. Далее, смотрите, с этим же триподом я ныряю. Вывожу камеру вот в такое состояние, на вытянутую руку, в блык с подводу, и все, и пошла картинка шикарная. Вот. Поэтому он немножко уже прожавел, что-то даже уже и не крутится у него, не регулируется. Ну, собственно, я говорю, прошел он со мной очень-очень многое. Вот. Это что касается камеры. На сегодняшний день Sony не представила экшн-камерой лучше. Уже вот несколько лет это считается устоявшейся новинкой. Вот. Мне этой камеры хватает. Я несколько раз думал насчет поменять GoPro, но на GoPro точнее, да, но так и не решаюсь. Что касается, смотрите, вот триподов, то есть под камеру, переходник, и также есть под телефон. Если у вас, например, нету стабилизатора, да, у меня, например, тоже его нету, как-то на всей технике есть стабилизация, поэтому не особо он как бы актуален. Сюда прицепляется телефон, и также делаешь какие-то различные подсъемы при помощи трипода. Телефон. Какие-то видеоролики, собственно, и вот этот вы смотрите, сняты как раз на телефон. У нас две модели, это iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Снимают великолепно. Снимают и в темное время классно, и в светлое, и при солнце, и не солнце, и под водой шикарно снимают. Звук пишет студина. Единственное, что у iPhone нету такой классной ветрозащиты, но, в принципе, можно просто докупить либо микрофон, либо тоже прицепить такую же губку на микрофоны, и будет прям вообще норм. Стабилизация у iPhone вообще бомбическая. То есть, кто думает, какую камеру взять, купите просто себе последний iPhone и снимайте все на iPhone. Если вдруг дует где-то прям реально сильный ветер, вы хотите снимать на телефон, то вам в помощь петличный микрофон. Вот, собственно, на мне сейчас он одет. Я тоже иногда использую петличный микрофон. Это обычный микрофон боя. Приобретал я его где-то на каком-то маркетплейсе, я уже точно не помню. Что-то полторы, что ли, тысячи рублей. Ну, очень недорого. У него очень длинный провод. Есть специальная баночка, которая переключает либо на камеру, либо на смартфон. У него идет, значит, обычный разъем наушников. Чтобы, например, включиться в iPhone, нужно купить переходник. Если вы будете покупать переходник для iPhone, покупайте только оригинальный. Я тоже, как и многие, решил сэкономить. Купил неоригинальный. В итоге вот этот переходничок, он не дал мне возможности подключиться. Петличка пишет очень хорошо. Соответственно, если окружить себя каким-то шумоподавлением, например, когда я делаю видеоролики в стиле фильма и накладываю сверху звук, то, естественно, я всегда пользуюсь этой петличкой. И звук получается очень качественный. Следующую технику, ребята, которую я использую в своих съемках, это, конечно же, моя авиация. Это дрон компании DJI, модель Mavic Mini. Это первый Minic. Я очень долго мониторил, какой дрон купить. Почему я решил его купить? Потому что, когда ты снимаешь какие-то вот такие travel-видосики, то дополнять картинку с воздуха очень актуально. Когда я снимаю, например, видеорепортажные, просто хожу с камерой и делаю какой-то обзор, например, какого-то пляжа, либо типа какой-то набережной, и нет возможности полетать. Например, в Сочи была такая проблема. Я очень грустил, потому что очень хочется картинку наполнить каким-то прекрасным пролетом, либо показать эту атмосферу с воздуха. В общем, видосы без дрона какие-то недополнены. Наверное, так. Почему я выбрал эту модель? Ну, я убежден вообще, что компания сейчас BGI, они являются по-любому лидерами рынка в плане дронов. Плюс этот дрон, его не нужно нигде регистрировать, у него 249 грамм он весит, хотя меня в Севастополе из-за него арестовали. Здесь, значит, смотрите, есть встроенная стабилизация, то есть у вас не будет никогда дерганой картинки. Даже сильнейший ветер в Крыму мы испытывали. Я залетал в смерч, его, конечно, вот так шатнуло. Резко было дергание камеры, но в целом дрон справляется великолепно. Кто боится запускать эти дроны, там, 3-5 метров в секунду, 8, то это смело запускайте, он летает хорошо. Я, когда запускал его, сколько было, 25 метров в секунду, по-моему, ветер встречный, он летел на меня. На спорт режиме он должен лететь 45 км в час, а он летел что-то 1 или 2 метра в секунду, в минуту. То есть он настолько медленно летел, что, ну, я его очень долго ждал, и было опасение, что сейчас сядет уже аккумулятор, и все, и дрон просто упадет. Да, это был такой самый волнительный момент. Что касается полета на природе, где нет никаких помех, я его отправлял на 2 с копейками километров от меня, и я считаю, что для такой маленькой птицы это очень-очень хороший результат. А в небо я его поднимал, по-моему, до километра. То есть для такого маленького дрона, такого навороченного, это очень крутые показатели. Единственное, что когда летаете в городе, в городе безумное количество помех, метров 200-300, и все, связь он с пультом теряет. Поэтому он такой не городской, вот так вот можно сказать. Но дрон, конечно, шикарнейшее дополнение к картинке. Если вы снимаете какие-то, говорю, автообзоры, решите снимать, либо какие-то путешествия, то дрон, конечно, нужен. Кто-то может спросить, будет ли актуально, а на чем хранить данные. Ребята, я пользуюсь жесткими дисками ВД, у меня их несколько штук. Я пробовал купить, как он, Абада или Адата, как это называется, жесткие диски. В итоге он проработал у меня неделю. Я загрузил туда очень много гигов нашего материала, и в итоге он просто перестал работать. У меня до сих пор лежит жесткий диск, он в пленочке, до сих пор как новый. Все, мне не отказались возвращать деньги, так это типа, а-ля, сложное техническое устройство. Вот, поэтому он просто лежит. Возможно, когда-то я решусь заплатить приличную котлету и восстановить все данные. С тех пор у меня только ВД, потому что со временем проверены, как надежные. Монтирую выпуски я на своем компьютере. Это MacBook Air. Кто-то спрашивает, а хватает, не хватает. Ребята, хватает. Да, конечно, большущие выпуски, где загружаешь, там, не знаю, 200 гигов видоса, он, конечно, начинает вести себя некорректно, он начинает тупить очень жестко. Но в целом, в целом, его хватает. У меня есть еще большой компьютер Macintosh, но сейчас на нем сгорела звуковая карта, поэтому в любом случае я не монтирую на нем. И мы многое проводим времени в дороге. И, как правило, 95% выпусков смонтировано вот на этом маленьком компьютере. А монтирую я в программе Maui. Также в своих съемках я использую штатив, который шел с кольцевым светом, с креплением для телефона и для камеры. В общем, ребята, вот такую технику я снимаю все выпуски. Кому было полезно, ставьте лайки, пишите свои вопросы в комментариях, я постараюсь на все ответить. Вот кто-то задавал вопросы, я снял вам подробное видео и все рассказал и показал. Подписывайтесь на канал, путешествуйте и не стесняйтесь снимать видео, заводите свои YouTube-каналы, либо просто семейные видео снимайте. Всех обнял, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok